В английском языке словом tape обозначают изделия, как лента, пленка, скотч, лекопластырь. Мы будем рассказывать о медицинском tape, который используется в спортивной медицине, это лекопластырь. Тейпы существуют разные. Классические, не тянущиеся, эластичные, с клеем, без клея, кровоостанавливающие. Мы традиционно используем классический тейп и чуть меньше эластичный. Для чего используется повязка из тейпа? Прежде всего для предотвращения травмы или, если такая уже случилась, то для уменьшения степени травмы. В нашем виде спорта очень часто повреждаются голеностопные суставы, поэтому в основном тейпируем именно их. Классический тейп накладывается на голеностопный сустав. Сначала мы накладываем квадратики, которые предотвращают натирание, наименание сухожилий по передней поверхности голеностопного сустава и со стороны ахиллова сухожилия. Вторым этапом мы изолируем кожу тонкой поролоновой прокладкой от самого лейкопластыря, от клеевой его части. И третьим этапом мы начинаем накладывать из отдельных полосок лейкопластыря эту самую защитную повязку. Сначала клеятся базовые полоски сверху и снизу. Затем так называемая корзиночка устанавливается, которая предотвращает голеностопный сустав от чрезмерного растяжения связок. И третьим этапом укрепляем эту повязку так называемыми восьмерками. Количество накладываемых восьмерок зависит от пожелания спортсмена, от его массы тела и от состояния голеностопного сустава. Некоторые игроки любят тейп полегче, некоторые просят по туже. Не все спортсмены используют в своей карьере тейпы. Мы спокойно к этому относимся. Многие привыкли играть без них. И когда начинают тейпироваться после того, как определенное количество лет играли без тейпов, могут испытывать определенные проблемы со здоровьем, перераспределяется нагрузка, биомеханика бега и прыжков меняется с защитными повязками на голеностопных суставах, и у некоторых игроков возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Некоторые спортсмены, особенно кто имел травму голеностопного сустава, боятся рецидивов, и поэтому используют помимо физических упражнений защитную повязку из лекопластыря. Некоторые с юного возраста используют защитную повязку для профилактики травмы, не хотят получить эту травму. Кто привык использовать эти защитные повязки, так они на протяжении всей своей карьеры используют защитную повязку. Многим спортсменам, в том числе играющим в нашем клубе, защитные повязки на голеностоп предоставляют определенный дискомфорт, и они их не используют. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...